ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕТ Сима, где ты так долго пропадала? Я уже забеспокоился, не случилось ли чего. Я была в библиотечном дворе, астам. Что там может делать столько времени маленькая мышка вроде тебя? Я смотрела на облака. Они сначала были такие нежные, розовые, потом побелели и стали напоминать разных животных. Слона, носорога. Одно облако было напрямо вылитый жираф. Потом их стало больше, из белых они постепенно превратились в серые, даже свинцовые. А потом начался дождь, и я вернулась домой в библиотеку. А про уроки ты, конечно, забыла, потому что с ранней украй до обеда смотрела на облака. А вот и не забыла. Я взяла с тобой учебник по природоведению, и теперь знаю все виды облаков. Вот послушай, облака бывают перистые, это когда облако похоже на клочок белой шерсти. Бывают слоистые, это когда небо равномерно закрыто облаком, и солнце не видно. И еще бывают кучевые, они похожи на комочки ваты, белые и пушистые. А еще они бывают перисты кучевые, перисты слоистые, слоисты кучевые и всякие другие. Полагаю, тебе в результате попались дождевые, раз ты вся вымокла и, наконец, пришла домой. Точно! Положим, с видами облаков ты разобралась. А знаешь ли ты, как появилось слово облака? Облака, 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 не знаю. В древности люди думали про облака не совсем так, как мы сейчас. Это мы знаем, что облака состоят из мельчайших частичек влаги. А когда-то, совсем давно, когда наш язык только формировался, люди думали, что земля плоская, а небо сверху накрывает ее, как купол. А уж из чего сделаны облака, им и вовсе было неведомо. И когда синее небо закрывали облака, люди говорили, что небо заволокло. Так что слово облака произошло от древнего глагола обволокати, что значит обволакивать. Это, наверное, потому они так думали и говорили, что обращали внимание только на слоистые облака. Они и правда небо как будто обволакивают и солнышко прячут. А вот если бы они, как я, любовались на пересты или кучевые, тогда бы они как-нибудь еще их называли. Например, барашки, как на море. Хотя слово облака мне тоже очень нравится. Оно такое легкое, как будто у него внутри воздух. Облака. Ой, дождь кончился. Пойду-ка я снова на облака смотреть. КОНЕЦ!